Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Продолжается наш цикл, посвященный разбору некоторых понятных, но понимаемых привратно мест из самой популярной, распространенной, читаемой книги всеми верующими. Книга называется «Псалтирь», и даже у верующих есть такие особые издания. Видите, Новый Завет и Псалтирь, где под одной обложкой можно найти Новозаветные документы, это Евангелие, Деяния, Послания, Апокалипсис и Ветхозаветный текст псалмов, Псалтирь. Псалмы книга одновременно и понятная, и знакомая, но очень часто понятная не как надо было бы понимать этот древний текст, потому что иногда перевод искажает смысл, который изначально Бог, Святой Дух или Царь Давид вложил в тот или иной Псалом. А бывает ситуация еще более сложная. Мы имеем дело с переводом перевода. Именно так дело обстоит с переводом Библии на церковно-славянский язык. Не все знают, но изначально оригинал был написан на языке еврейском, потом появляется перевод греческий, называется он Септуагинта, и уже в дальнейшем с этой Септуагинта был сделан перевод на церковно-славянский язык. Мы на наших таких миелекциях касаемся разных известных псалмов из богослужебных последований, читаем их очень часто в церковном контексте и разбираем сложные непонятные места этих псалмов. Герой нашего сегодняшнего разговора Псалом 54. Псалом, который является точно знакомым многим людям. Все служители церкви, диаконы, панамари, чтецы-священники знают его наизусть, потому что он находится, входит в состав так называемого шестого часа. Такое маленькое богослужение, читаемое перед началом литургии. Поэтому, если вы приходите на богослужение, на литургию воскресную, не опаздывая, не впритык, а немножко заранее, то вы точно слышали псалмы этого часа и в том числе Псалом 54. Итак, разберем сегодня сразу несколько стихов. Это стих 11 и до стиха 14, потому что все эти стихи имеют в себе некоторые места, которые не то чтобы непонятны, а непонятны. И в этом-то беда. Видите, беда перевода с руком славянского в том, что он понятен, в том, что люди, русскоязычные люди, могут найти однокоренные, похожие, как им кажется, слова и как-то вот понять смысл этого текста. Но беда в том, что это неправильные аналогии, неправильные однокоренные слова, и написано было нечто совершенно другое. Будем сегодня читать эти стихи и вскрывать под покровом перевода церковного славянского изначальный еврейский аутентичный смысл этих стихов. Итак, читаем стих 11. Перевод церковного славянского этого текста. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконий труд посреди его и неправда. В этом стихе, стихе 11, понятно слова через слово. Вот, например, днем и ночью понятно, это днем и ночью, да. А вот обыдет и по стенам его непонятно. Вот уж как это, обыдет и по стенам его. А видите, в чем загвоздка, дорогие друзья, в том, что тут не местоимение и, да, допустим, мама и папа, не знаю, братья и сестры, как в русском языке, а тут местоимение указательное. Это вот они, они будут ходить днем и ночью по стенам его. Вот такой смысл. Днем и ночью они, это и, обыдет, будут ходить по кругу, по его стенам. По каким, по чьим стенам? Тут имеется в виду город, да. Выше сказано про беззаконие пререкания в Ограде, да, вот такой город греха, город зла. У него есть стены, да, и днем и ночью они как будто бы ходят, охраняя этот самый город по стенам. Вот. Но в чем дальше написано? Беззаконие, труд посреди его и неправда. В чем нелогичность поведения людей, ходящих по стенам? Они охраняют, они стража. Но по мнению автора этого текста, зло, угроза находится внутри города, а не снаружи. Что же есть внутри этого города? Видите? Беззаконие и труд посреди его и неправда. И с этого перечня, беззаконие, труд, неправда, нам понятно два слова. Понятно правильно, то есть. Беззаконие в городе это плохо, неправда в городе плохо, а вот труд, да, труд. А вот тут, понимаете, имеется в виду то, что вроде бы понятно, но понятно нам не так, как надо понимать. В нашем русском языке, современном каждому из нас, которым мы пользуемся, труд это есть наша трудовая активность, наша работа. И вопрос возникает, а что тут плохого в работе? Что, как будто бы безделье лучшее? Проблему можно решить, обратившись к изначальному славянскому значению слова труд. И вот словарь дает нам такой перевод этого слова. Труд это есть страдание, мучение, болезнь. И от этого слово трудный образовано, да, вот трудный, то есть связанное с состраданием, с мучением, с болезнью. Таким образом, понимать стих 11 можно таким образом. Читаем перевод уже РБО. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, этого города, злодеяние и беззаконие среди него. Вот, в этом городе царит злодеяние и беззаконие. Дальше. Значит, и не оскуде отстогны его лихво и лесть. Вот это вот, друзья, точно никому непонятный фрагмент, непонятный стих, непонятный сюжет из церковно-славянского текста. Хотя, повторю еще раз, все священники, все дьяконы, все панаморищецы знают этот текст, его читают по памяти. Итак, не оскуде отстогни его лихво и лесть. Ну вот, понятно что? Ну вот, понятно, не оскуде. Ну, видимо, не оскудело, то есть, находится в изобилии. Да? Не уходят, не уменьшают. Вот, не уменьшается. Не уменьшается лихво и лесть. Ну вот, и отстогны, да. Что такое? Стогны, лихво и лесть. Будем разбираться. Итак, стогны, это есть на церковном, на славянском языке слово, обозначающее такую вещь, как площадь, проспект, широкая улица. То есть, есть в городах основные такие артерии, магистрали, это вот площади, широкие улицы, это есть то, что тут называется стогнами. Да? Никакие не стога, как можно подумать, то, что знакомо нам по нашему деревенскому детству. Да, нет. Стога и стогны слова не однокоренные, даже малосозвучные. Так вот, не уходит, как будто бы его, с улиц, с площадей его, этого города, лихво и лесть. Но лесть – это обман, обман. А лихво – это есть тоже, однако, слово связанное по смыслу, ну, ложь, обман, лукавство, да, вот такое. Нечестность, непрямота. А тогда можно поднимать стих 12 таким образом, как нам переводит его переводчик РБО. Посреди города гибель, обман и ложь с его улиц не сходят. Вот так вот. Дальше будет самое интересное. В принципе, когда мы это читаем, этот стих, а не слышим своими ушками, то мы можем понять, что тут имеется в виду. Значит, как можно это понять? Ведь если бы враг меня поносил, я бы это претерпел, я бы это пережил. Да, от врага я такого ожидаю, я к этому готов. Это меня не может убить. Значит, и аще бы ненавиди мя, на мебле речи воло, укрыл бы все от него. И если бы ненавидящий меня на меня воздвигало такие большие, ну, лживые речи, я бы от него укрылся. Укрылся. Читаем в переводе РБО. Вот это, напомню, что псалмы это поэзия, да, и поэтому переводчик РБО пытается перевести все это, как будто бы это стихотворение, как будто это настоящая поэзия. Не враг меня поносит, я стерпел бы. Не враг меня теснит, я бы укрылся. Вот такой смысл этого стиха 13-го. Дальше будет самый главный стих нашего сегодняшнего разговора. Ты же, человеки равнодушнее, владыка мой и знаймый мой. Ты же, человеки равнодушнее. И, конечно же, для слуха русского человека, владеющего русским языком, все понятно. Человек равнодушный. И как будто бы сразу возникает представление, что ты вот проявляешь равнодушие. Мой какой-то владыка, не какой-то мой знаемый. А на самом деле перевод совершенно искажает изначальный, понимаете, смысл этого стиха. Что имеется в виду? Значит, ты, ты меняется как бы фокус, меняется адресат герой этого текста. И он как будто бы обращается к другим, к другому человеку. Ты же человек, который имеет как будто бы равного размера, одинаковую со мной душу. Со мной душу мы с тобой похожи, мы с тобой идентичны, мы с тобой друзья. Вот что имеется в виду. То есть, если бы меня враги бы там шпыняли, преследовали, уничтожали, я бы стерпел бы, я бы убежал. Ты же мой друг, человек, имеющий как будто бы одинаковую со мной, или вообще даже общую со мной душу. Ты мой близкий, ты мой товарищ. И вот так переводит этот стих, стих псалма, переводчик РБО. Но ты, человек мне близкий, мой товарищ и мой друг. Переводчик, автор текста перевода 70, Септуагинта, использует слово очень хорошее. Сюде антропе изопсюхе, изопсюхос, изопсюхос точнее. Это как будто бы имеющий одинаковую, равную мне душу. То есть, похоже на меня. Ведь с кем мы обычно дружим? С теми, кто похож на нас, на кого похожи мы. У нас есть много с ними общего. И вот драма этого псалма, этого стиха, этого сюжета в том, что не враг тебя преследует, не враг против тебя замышляет нехорошая, а человек, имеющий равную с тобой душу. И заканчивается этот сюжет, заканчивается этот сюжет описанием этого предателя, этого друга. Такими словами описывается их взаимоотношения, предшествующие ссори. «Ижекупно наслаждался и си со мною брашен в дому Божьей ходихом единомышлением». Тут описывается то, в чем проявляется единство героя псалма и этого предателя. Видите, «Купно наслаждался и си со мною брашен». Ну, когда вы так читаете, что можно догадаться, тут что имеется в виду, видите, «Купно», ну, вот совокупность, да, «Вместе». «Мы вместе, ты вместе наслаждался со мною брашенными, одной трапезой. Ты мой сотрапезник, мы с тобой вместе ели. А в древнем мире, с кем ты вместе ел, тот является твоим, не то что приятелем, он твоя семья». Вот так был допущен к сердцу обидчик, что он вот, он был со трапезником нашего героя. «В дому Божьей ходихом единомышлением». Они ходили вместе, рука об руку, в один храм. Вот, они были собратья, они были, или даже со сестры, возможно же тут имеется в виду и женщина, это женский вопль, да. Вот перевод РБО «Мы друг в друге души не чаяли, мы ходили вместе в дом Божий». Вот, дорогие друзья, значит, Псалом 54, мы еще посвятим одну лекцию, небольшую продолжению, вот, разбора этих стихов. Повторяю еще раз, Псалом одновременно и очень известный, и очень понятный, но эта понятливость, как мы понимаем, мало чего стоит. Каждому из вас я рекомендую иметь много людей, равнодушных вам, в смысле, которые присутствуют здесь, и мало людей, равнодушных вам, в смысле или с мыслом, по смыслу, который вы сейчас, как правило, используете, когда слышите эти стихи, читаемые в храме. Итак, пускай вас окружают, иначе говоря, друзья, товарищи, похожие на вас люди. Дорогие братья и сестры, наша мини-лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. Портал экзоге.ру из Петербурга. Всего хорошего, не болейте.